И вот итоги работы Российского инвестиционного форума. В активе Чувашской республики пять подписанных соглашений о сотрудничестве. Вообще, социально-экономическое развитие регионов – ключевая тема большинства панельных сессий. На форуме определили лучшие проекты, которые помогают улучшать деловой климат и инвестиционный потенциал. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Такого не ожидали даже организаторы конкурса. В этом году на суд жюри поступило более 500 заявок из 77 регионов. Выбрать лучших – задача непростая. В финал прошли только 20 проектов. Тенденция последних лет, когда действительно мы учимся друг у друга, когда регионы абсолютно открыты и готовы делиться. У нас появилась номинация по волонтерству. Владимир Владимирович в прошлом году объявил этот год годом добровольчества. Мы представили ему стандарт развития добровольчества, который мы бы хотели предложить регионам для внедрения. И хочу сказать, что уже сегодня 50 субъектов Российской Федерации внедряют этот стандарт. Финалистом именно в этой номинации стал и проект комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксара. Его волонтеры – женщины преклонного возраста. Они помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, присматривают за детьми. В команде «Экспресс-бабушек» бывшие воспитатели, учителя и медработники. За эти годы проект доказал, что деньги решают далеко не все. Важно протянуть руку помощи. У каждого человека должна быть душа и сердце. С доброй душой и бизнесмен, и молодые люди, и волонтеры, и неволонтеры делали с любовью любое порученное, ответственное дело. Тогда все будет. Для этого нужны патриотические чувства. И у нас огромное количество примеров, когда целые регионы из глубоко депрессивных регионов, благодаря, прежде всего, усилиям региональных и муниципальных властей делают великолепный успех. Практики финалистов отмечают организаторы, необходимо тиражировать. Среди лучших проектов – мобильная программа для реализации сельхозпродуктов, регистр электронных услуг в сфере строительства, программы профориентации. Если говорить про то, какие практики, какие направления, наверное, среди моногородов были более востребованными. Практика по социальным проектам. Вторая практика – это вовлечение общественности. Мы ставим это в приоритет 2018-го. Когда вместе с гражданами, вовлекая людей, мы вовлекаем их не только в команду мэра, в команду главы муниципалитета, мы вовлекаем их в команду управления городом. На полях инвестиционного форума рассматривали и вложения регионов в развитие сферы медицины. Чувашская республика, отмечают эксперты, демонстрируют успехи. В национальном рейтинге регион занимает второе место. С начала реализации национального проекта «Здоровье», потом модернизации здравоохранения, дала, конечно, синергетический эффект. За последние только годы, с учетом поддержки Федерального Министерства здравоохранения, мы снесли каждый четвертый ФАП. Есть там отдельные вопросы, но они разрешимы, с учетом от принятых последних даже решений. Это фельдшер, который на безвозмездной основе получать будет сейчас 500 тысяч рублей. Мы изучаем опыт работы Чуваши и других регионов Российской Федерации, стараемся перенять все самое лучшее для нашего Пенинского региона. Я хотел бы доложить о том, что у нас тоже идут положительные тенденции в сфере медицины. Стратегия развития медицины уже определена. Ключевая задача на ближайшие 7 лет – увеличить продолжительность жизни россиян. Три приоритета – снижение потребления алкоголя, снижение распространенности табакокурения, как минимум в два раза алкоголь на 40%, и, конечно, здоровый образ жизни, повышение доступности первичного звена здравоохранения, увеличение объемов лекарственного обеспечения населения, то есть не только льготным категориям граждан. Уже в 2025 году продолжительность жизни должна превысить 76 лет, амбициозная цель, добиться которой будет непросто. Участники форума отмечают, что сейчас необходимо найти новые подходы в управлении системой здравоохранения страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Сочи.